Всем привет! Приветствую вас на канале Татьяна Дом. Сегодня у нас 10 июля 2022 года. У меня очередной блок. Это я поставила жаркое в духовку. Здесь картошка и куриное филе, морковочка и репчатый лук. Соль, перчик по вкусу и приправа. Курица поставила запекаться в духовку, сбрызнула растительным маслом и немного водички добавила, чтобы не горело. Поставила на верхний уровень на 220 градусов. Ну и параллельно здесь, что я делаю? Я простерилизовала баночки в микроволновке, накрыла их крышечками. Сейчас кипячу крышечки. Я сорвала ремень, порезала его уже. И в предыдущем видео есть. Взбила его блендером. И вот такой вот зеленого, такого сочного цвета получилось. Ну как поведло получится такое. По вкусу попробовала уже как груша. Накрыла. Пускай немножко постоит пока. Пока крышечки у меня прокипятятся, прокипятятся, вытру и разолью в баночки. Ну и параллельно еще сейчас буду делать салатики. Вчера нарвала овощей, но салатик так и не сделала. Вчера уснули что-то. Ужинали пирогом, поужинали и все. И больше я ничего не делала. Вот салатик у меня, лучок, огурчики, укропчик. И сейчас я буду делать салатик. Ну что так вот. В основном сегодня прорыхлила почву в этом томатах. Сделала поглубже бороздочки. Потому что забивается водой, когда поливаешь. Ну вот сейчас покажу. Прорыхлила там, все делала. И все. И палисадник, снова я палисадник полула от сорняка. Потому что как дождь пройдет, так здесь сорняк. Прополола здесь трампки немножко. Еще здесь прополола. Здесь прополола воздозаборчика. И здесь тоже прополола. Я вот это место его утрамбовываю. Потому что здесь глина. И его как бы вот это место делаю. Сюда все отходы скидываю. И траву, чтобы выровнять здесь грунт. Вот такой у меня молодила. Такой сочно-зеленого такого цвета. Собирается вот свести астрочка. Кто-то ест его. Получается, наверное, едят эти гусеницы. Хотя смотрела, нигде гусениц нету. А георгиночка моя. Это многолеточка. Это спырия. Вот тоже мухи все. Мухи тут летают. Мухи да муравьи. Вон сколько их, этих муравьев тут. Вообще я уже сегодня залезла. В клубнику хотела прорыхлить там. А там это... О, еще и тля. Капец. Еще и тля. Ужас, она видать. Муравьи разносят. Я тут тлю и... Наверное, завтра будет побрызгать. И растение вот так болеет. Все скокоживается. Ой-ой-ой. Это я не видела. Тут на колени нанесли теперь на спырия. Маленечко вот подвязала анютку. Она здесь теперь в соседстве с георгинами. И не падает. Дождем ее не бьет. Вот собираются цвести здесь лилии. Видите, отцвели уже. Вот это вот тоже, по-моему, собирается цвести. Ну, а да, эти цвели-то маленькие. Вот они, три штучки. Маленькие. Цвели здесь цветут розовенькие. Кипсофила уже отцвела. Теперь до следующего года. Цветут и закрываются здесь питоньки. Вот такая питонечка. Вот она закрылась уже. Вот здесь новая собирается цвести. Это у меня, оказывается, душистый табак. Вот здесь один попал, я его перепутала. Думала, что это питония, а это душистый табак. И здесь вот мальва у меня, многолеточка. Она, видать, так семенами единосеется. Это георгимы многолетки. Здесь почему-то и помейка не выбивает цвет. Вот она, а только листики у нее пока цвета нет. Вот что-то жрет же, вот эти листики жрет что-то. Что жрет, непонятно. Ну и здесь вот веселые ребята тоже собираются. Вот бутоны выбивают. Вот бутончик, вот бутончик. Это, наверное, красный или вишневый. Вот бутончик. Хоста выбила тоже бутон. Нежно-розовый вот такой вот цвет. Какая она у меня пышная. Надо будет ее в следующий год рассадить немножко куда-то. Но здесь хорошо то, что утром здесь солнышко, а потом здесь полутень. И, ну, тенек такой. И хорошо ей. То есть она не горит на солнышке. Вот, смотрите-ка. Видите, что-то жрет. Вот что жрет. И жрет, и жрет все листья вот такие вот. Что-то же жрет. Я уже просмотрела, нигде ни одного не увидела этого. Думала, это гусеница. Но нет, нету гусениц. Какие-то бабочки или что-то. Все листья поедены. Вот гиркины синие цветут. Красивая, ярко-розового цвета. Здесь пропал вот уже весь сорняк. Здесь у меня это хоризонтема и астры. Хоризонтема. Вот что-то тоже. Вот какой-то цветок. Вот гипсофила метельчатая. Она будет цвести, не будет. Я ее сеяла сюда. Вот это вот что такое, я не знаю. Или это лопуха, или что это. Но на лопух не похоже. Что-то, короче. Не знаю, какой-то цветок тут закрался. Леон вот собрался голубой цвести. Я, правда, никогда не видела, как он цветет. Посмотрим. Ну, здесь, получается, что цветет. Здесь цветет у меня очень красивая турецкая гвоздика. Вот она такая ярко-розовая. Что-то вот вишневого цвета. Она, видать, когда открывает, забирается, то она вот такая вишневая. Потом она вот такая красивая. Красивая цветы моей бабушки. Мама сказала, что вот у бабушки такие. У мамы тоже были такие. Это бархатцы высокорослые. Там у меня вот метеола. Не знаю, я ее поздно посеяла. Будет она цвести? Скорее не будет. Скорее всего, не будет. Не успеет. Я ее поздно посеяла. Надо в начале мая сеять. А не в июне. Ну, мелиса вот у меня собралась тоже цвести. Будет цвести, зацветать. Потом семена будут везде рассеяться. Исколка цветет. Меленькая. И для санютины глазки перемешку с укропом. Лихний цветет красный. Елочки. Вот вырезали эти. Календула вырезала ноготки. Вот так вот прополола. И пролила уже. Здесь они утки и мои. Видите, которые я осадила. И укроп здесь. Я его и не убираю. Он тут растет. Отпугивает всяких этих насекомых. Уже все закрыла. Налила. Сегодня помыла бочку. Налила чистой воды. А то как-то она стала. Запах какой-то. Вот. Налила чистенькой водички. Помыла сегодня. Все поубирала. Вот так хорошо так в саду. Смотрю, у меня пропадают почему-то плохие луковицы у гладиолуса. Какой-то крепкий вот есть. Растет. Один пропал вот. И второй, смотрю, тоже сохнет. Что-то слабенькое, видать. Вот эти вот. Вот этот точно не будет свистеть. Он какой-то засох. Зато они утины глазки хорошо, красивенько. Вот это, по-моему, колокольчик. Туда-сюда затесался колокольчик. Но они утины глазки. И тут колокольчик. Тоже гнетки. Это я сеяла семенами. Вот они поросли. Вот этот сливу тоже для. Муравьи насобирали. Это какой-то кошмар с этими муравьями. Сегодня залезла. Тоже рассказывала. Залезла и насобирала целых два ведра яиц. Выбросила. Вот они. Остали мне эти муравьи. Вот у меня одна только осталась. Это... Как ее? Тоже что-то жрет. Ой, забыла, как она называется. Многолеточка-то. Было три штуки. Хвоздика, что ли, как она? Нет, не хвоздика. Ой, вспомню, потом скажу. И вон, получается, вот эта вишня везде и всюду. Как же ж она метельчатая. Метельчатая, метельчатая. Что ж. Ой, напишу, потом вспомню, как она называется. Три штуки было их. Вот здесь три. Одна, две и три. И две пропало. Вообще. Потом корень посмотрела, выкинула. А одна эта осталась. Краснеют вишенки вот на вишне. Вот одна. Вон там вот. Там вот еще одна. Вон еще вишенка. И где-то я еще видела. Ну вот так вот, немного. Само по себе дерево красивое, но вот оно беспонтовое. То, что оно вот разрастается. Здесь у меня цветут белые питуньи. Вот здесь вот получается желтый веселый. Ребята, желтый георгин. Отходит клубника. Уже остается совсем немножечко. Вот немножко совсем. И пошла земляника. Вот земляника. Это полевая. Вот и отцвел у меня. Марин корень отцвел. Из цыков получилось всего одна. Две пропало. Те, которые рассадные, пропали. А вот семена, которые в грунт запихивала, оно растет. Одно будет, не будет, что толк, не знаю. И нынче у меня совсем плохо. Почему не могу понять. Очень плохо у меня смородина. Просто вообще не знаю, почему. Какой-то не смородиновый год, что ли. Ну, посмотрю еще в августе, что будет. Так что такие дела. Питуньи, хорошо. В прошлом году они у меня не получились. В этом году хорошо все. И здесь элементантная эта. Как ее. Клубника и земляника. Вот она вот такая. Она светло-розовая, но она очень ароматная и вкусная. М-м-м, сладкая. Вот такая. Вот тоже. Ароматная, вкусная. Вот муравьи они. Трю таскают. Она все вот. Все вот такая вот. Непонятно, что. Все закручено. Вот я, получается, прорыхлила всю почву. Сделала вот такие бороздки. Потому что поливаю, когда и забивается водичкой. И вот так все сделала, прорыхлила. Все. Вот они высокорослые. У меня вся мой потолок. Эти помидоры. Вот зато уже на следующий год я буду знать, как садить. И как. Какие сорта. Вот это перец висит такой большой. Там еще зеленый. Но не краснеет еще пока. Вот столько помидор. Много. Помидоров много. Те какой сорт, не знаю. Потому что я подписывала. Все потом. При рыхлении, да при обвязке. Все потерялся. Кабачки так у меня ничего не получилось. Что-то. Видать, я не умею за ними ухаживать. И что с этого толку будет, не знаю. Говорят, с ними сложно. Очень. У них трудно вырастить. Они приходливые. Ну и ладно. Не получились. Да ладно. Я просто попробовала, получится или нет. Ну. С перцами все хорошо. С томатами тоже. И в теплице хорошо. Конечно, в теплице требует побольше ухода. Подвязывать и все остальное. И рыхлить. Трассорники убирать. Ну как бы на улице это тоже, но не так. Здесь получается черри у меня. Везет томатики. Тоже вот я их подвязала. Тычки поставила побольше. Это низкорослые томаты. Тоже низкорослые. Тоже низкорослые. И тут тоже низкорослые томаты. Везде вот поподвязывала. Но они, смотрю, тоже пошли в рост. Надо будет выбросить это. Вот такие дела. Это все томаты, томаты. И жасмин этот все хорошо. Вот я здесь воином все побрызгала. Потому что одни яйца. Просто одни яйца. Вообще капец. С огурцами. Здесь немножко напряг. Как-то здесь, хотя хорошая теплая грядка. И навоз, и все. И ящик я сделала. Но они как-то тут плоховато. Хотя сорт, ну вот маленькие. Они не так сильно растут, как, допустим, как вот там. Вот здесь я посеяла же вот этот вот газон с цветочками, который. Вот он уже взошел. Такой. Вот ты только не поняла, не написано там на пакетике. Многолетний он или однолетник. Вот такая картошечка. Я уже окучила ее. Уже сорняк окучила. Все, сорняк убрала. С этой стороны я вам покажу. Здесь тоже вот черрики висят маленькие. Тут черрики. Там оставила этот колокольчик карпатский голубой. Оставила, пусть он здесь будет. Укропчик вот так остался. Лучка немножко. Базилик. Или базилик. Кто как называет. Вот такие перцы большие. Там желтенькие. И вот здесь вот темно-зеленого цвета. И там дальше тоже темно-зеленого. Вот такие томаты. Вот такие дела. И получается здесь что-то так же у меня. Здесь астры принялись. Найти парахарцы. Георгины. Здесь капуста вместе с цветами. Ну просто некуда было садить. Я и решила в этом году так посадить. Может кто подскажет, что это такое выросло у меня. Вот я не знаю. На черемуху. Я думала черемуха. Но на черемуху не похоже. Мы черемуху не кушали. Похоже на черемуху. Но вообще без понятия. Короче посадила в сад. Вот здесь одну. Ну и там на конце вторую. Не знаю что это такое. Это дельфиниум. На вот этой маленькой жимолости. Сегодня собрала две штучки жимолости было. Покушала. Вот большая, средняя. И вот еще зажималась. Это роза. Не знаю тоже будет. Цвести не будет. Кабутонов нету. Но собирается вроде бы. Картошечка цветет у меня. Вот на вот этой грядке у меня очень хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Огурцы. Ух ты. Зацвела. Фасолечка. Это которую я посадила много. Вот. Начала розоветь. Малинка. Где-то видела. Разовеет. Там. В этой емкости там. Где-то розовела. Здесь это еще не розовеет. Фасолька почему-то отличается. Это темно-зеленая. Это светлая. Вот почему-то огурцы. Вот они здесь. Вот такие вот большие. Вот оторвала я. Уже один. Ох. Там еще тоже сейчас оторву. Ну вот этот у меня пропал. Кустик. Я его. Когда подвязывала. Я его нечаянно оторвала. Вот. Здесь вот я не знаю. Или то, что тут навоза больше. Или то, что им не дует. Хотя. Там тоже я все укрыла. Не должно там дуть. Вот. Большой. Огурчик сейчас на салате пустим. Ну и может то, что кака вот это стоит. Бодяшка-то и пахнет-то. Говорят, огурцам очень нравится. Ну посмотрим, что дальше будет. Вот так я их подвязала. По этим, по шпагату. Где-то шпагат. Где-то шпагат у меня закончился. И я уже подвязывала. Вот колготки у меня были старенькие. Мы их не выбрасывали. Я их не выбрасываю. Храню. И вот так вот хорошо. Оно по колготкам. А я их порвала. И они вот так вот у меня плетутся. Ну даже не порвала. Порезала. На такие ленточки. Никогда не выбрасываю. Всегда вот в гараж уберу. И у меня лежит потом в гараже. И я его потом вот так вот использую. Для подвязки томатов. Для подвязки огурцов. Очень хорошо. Вот еще один большой. Вот. Надо сейчас полить. Что-то высохла земля. Сейчас полью. Потом буду салатик делать. Ну вот такие дела у меня. Так огурчики пошли. Помидорчики там еще, видать, в августе будут. Только когда они. Покраснеют. Ну хоть они висят уже. Беленькие. Розовеют. Начала завязываться. У меня капуста вот эта. Цветная. Я надеюсь, все будет хорошо. И это тоже. Ну тоже. Здесь прополуло все везде. Вот и вот. Вот это, по-моему, брюссельская капуста. Бюссельская или брюкли. Ну не знаю. Я первый год ее посадила. Посмотрим, что получится. Завязывается. Это вот. Тоже не помню какая. Но похоже, это тоже брюссельская. Завязывается пекинка. Вот в такие кочаны. В некоторых видно. Вот завязывается. Вот уже завязалась. Вот завязалась. Вот завязалась. Вот завязалась. Ух ты. Везде позавязывалась уже. Ну, фасольничка и кукуруза. Вот. Ну, вот такой у меня огородик. Мне очень нравится все. Как начала цвести картошечка вот здесь. Вот там еще. Там, по-моему, не цветет еще. А здесь начала цвести. Картошка начала цвести. Капусточка. Вот эта вот свеклука, которая пересадила. Воды была фасолечка. Мяты там немножко. Воды была вот эта ябленька. Я очень рада. Вот так. На следующий год, значит, все она будет хорошо. Может, раз Бог все будет хорошо, она зацветет. Такое красивое голубое небо. Луна там. Чесночок. Фасолька. Свеколка. Ух ты. И в свекле еще и трава. Ух ты. Оба-на. Ух, какой большой бурьян. Вырос. Сейчас мы его сюда. Ну и вот так вот. Свеколка хорошо. Салатик здесь тоже сегодня вырвала. Ух, подсолнуки какие большие. Видите, вот хорошо тоже. Вот бархатцы, которые я сеяла семенами. Прямо грунт хорошо. Это горох. Ух ты. Какие огромные подсолнухи. Красота. Среди них не видно эту не черноплодку. Зато ее никто не ест там. Черноплодка там. С той стороны смородина черная. Это получается роза. И яблонько вот маленькое. Все-таки кто-то погрыз. Погрыз ее окончательно. Хорошенько погрыз мне подсолнух. Подсолнух. Кто-то же грызет все. Вообще катастрофа кто-то грызет. Как подсолнухи-то грызть-то. Они же, блин, мохнатые. Может, ветром порвало. Здесь лучок еще. Ну, кстати, вот лук. Вот этот на хранение. Я плохой купила. Вот который продолговато еще хороший. А вот штутгартен-то, видать, плохой. Он у меня гниет и пропадает. Плохой лук купила. Вот. Не повезло. Это свекла. Это салат тоже. Это фасолька. Лишинка тоже, видите, тлюхна. Таскал муравьи и все позакручивала. Это ноготки у меня зашли. Так, это там. Кстати, сегодня лазила сорняк, собирала. Под облепихой. Такой запах. Так пахнет облепиха. Хотя ягод вообще нет. Но такой аромат. Ароматно пахнет. Вот такие дела. Яблонька. Сентябриночки. Малинка. Малинка, малинка. Ягода малинка. Ух ты, зацвел этот. Зацвел у меня. То ли патиссон, то ли кабачок. Хрен разросся. Топинамбур большой. Здесь тоже все хорошо с томатами. Некоторые даже цветут еще. И цветут. И висят. Ух ты, зацвел! Ух ты. Ух ты.